Всем привет! Я знаю, что рецепт, о котором сейчас я вам расскажу, это тема не новая. Я всего лишь им поделюсь с точки зрения, как можно было бы его немножко усовершенствовать, да? Мы все знаем, что такое гурьевская каша. Многие знают, что граф Гурьев это был человек не повар. И поэтому истории про то, что Гурьев придумал гурьевскую кашу, в честь него она названа, ну чушь собачья. В итоге я в процессе буду какую-то информацию давать, но сейчас речь пойдет вот о чем. Это манная крупа по сути, это манная каша, приготовленная в определенном порядке. Смысл ее был неким, когда в печи томится молоко, оно чуть-чуть подкипает, образуется там пенка. В печи жар сверху и снизу, молоко подкипает, образуется пенка, и жар, который идет сверху, он эту пенку румянит. И она становится такой, довольно плотной. Значит, вот эти пенки собирали, откладывали, а потом ими переслаивали сваренную на этом топленом молоке кашу. Да, вот как бы это канва истории. Итак, темный сахар 2, 3, 4 ложки. Давай 4,5 на всякий случай. Делаю на глаз, поэтому плюс-минус. У меня здесь просто есть вот такое количество молока, есть манка, я поэтому ориентируюсь 4 ложки. Вот на этот объем молока будет как раз плюс-манка, еще пол-ложки добавлю, 5 ложек. Мне нужно сделать основу, как делается карамель. То есть, в начале мы даем сахару расплавиться полностью, и он начинает немножко подгорать, дымок появляться, да. Здесь нужно поймать вот эту вот наиважнейшую стадию. Мешать, конечно же, его пока что нельзя. Потом мы добавляем туда молоко. И если вдруг у мне будет молока маловато, я чуть-чуть водой. Безусловно, когда один раз, два раза, три раза приготовил рецепт, в голове складывается уже схематика. И тебе не нужно помнить, ведь спроси любую бабушку, маму или тетушку, которая прекрасно готовит, как готовить борщ, да, никто тебе не скажет по весу, сколько нужно класть туда. Все знают на глаз, как готовить, и все хорошо, у всех все получается. Так и здесь. Я делаю практически все рецепты на глаз, и когда вы пишете, почему вы не пишете рецептуру с ингредиентами, мне ответить на этот вопрос очень сложно. Но как я это распишу, если я вот у меня было под рукой, я купил какое-то количество продуктов, я их вот все и израсходовал. Но сейчас появилась у нас страничка в Яндекс.Дзен, где мы пишем каждый рецепт. Приходите туда, записывайтесь, и там мы пока еще не все рецепты с YouTube-канала выложили туда, но мы постепенно, очень быстро выкладываем рецепт за рецептом с полным перечнем ингредиентов из технологии приготовления. Поэтому кто-то вдруг, и чтобы не пересматривать, еще раз здесь, заходите туда, ну и конечно тоже смотрите. В любом случае, вот там короче рецепты. Яндекс.Дзен, также называется шеф-повар Василий Мельяненко. Что происходит здесь? Смотрите, сахар темнеет, ну то есть он плавится. Здесь главное выдержать это. Огонь нужно самый минимальный. Не сожгите его в усмерть. Вот он расплавится, и тогда будем лить молоко. Почему молоко греется? Это и для карамели. Ну то есть, по сути, сейчас мы делаем карамель, на основе которой будем варить манную кашу. Значит, когда расплавляется сахар, температура сахара гораздо выше температуры воды. То есть мы сахарный сироп там можем до 120 градусов нагревать. Воду как не нагревая, добиться 120 градусов очень трудно. Возможно там под низким давлением, или наоборот под высоким, или еще как-то. Но в обычной природе невозможно. У сахара такая плотность, что он набирает в себя огромную температуру. Так вот, если мы холодное молоко или сливки льем туда, представляете, какой перепад? Сахар сразу кристаллизуется, прилипает к венчику или к лопатке, и ты его потом тяжело отодрать. Поэтому рекомендуется всегда сливки или молоко, или на основе чего вы делаете? Кокосовое молоко, миндальное молоко, какую карамель вы делаете? Следует нагреть, чтобы хоть чуть-чуть приблизить уровень температур друг к дружке. Понятно, что 100 градусов и 120 это разные вещи. Я до 100 градусов не буду доводить до кипения молоко. Мне тут достаточно просто теплого для того, чтобы потом это все объединить. Но вот я еще раз говорю, не трогаем, пока у нас не расплавится весь сахар. Это прям очень тонкая наука. Видите, тут часть сахара пока еще не расплавилась, а должна. Вот тут уже течет, поэтому здесь температура выше. Давай, Шайтан-машина, на низкой температуре она плавится. Я надеюсь, сейчас она расплавится полностью и перейдем дальше. Так, температура, да, самый низкий. Венчик и горячее молоко. Ешкин кот, аккуратно. Вот так. Видите, какой перепад температуры. Что происходит с молоком и сахаром, с карамелью. Все должно сразу же подкипать. Выше температуру делаем, смотрим, чтобы полотенце не загорелось. Во! Все, сейчас все растворится. То есть, по сути, мы сейчас сделали карамель, только очень-очень-очень жидкую, на жженом сахаре. И она по вкусу приблизительно напоминает топленое молоко. Конечно же, я не буду утверждать, что достиг там, скажем, совершенства и придумал путь, новый путь сократить время для приготовления гурецкой каши. Потому что основная моя идея, это сократить время. Потому что топить молоко, ну, это 8-12 часов. Постоянно нужно за ним следить, топить пенки и так далее. Вот это гораздо быстрее делается. Раз. Вот почему нельзя взять топленое молоко. Да потому, что оно не имеет ничего общего с тем молоком, которое топится в печи. Когда ты из печи попробуешь молоко, ты поймешь, что то, что продается в магазинах, это чушь собачья. Мне кажется, оно сделано вот каким-то таким способом. Потому что там, конечно, после печи молоко, оно, блин, оно живое какое-то. Но там такая карамелизация происходит. Это просто вот на... Почему он считается стародревнерусский, старорусский, дореволюционный способ приготовления десерта? Гурифская кара, что это десерт. Потому что тогда пользовались активно печами. В деревнях, помещичьих, да, распространены были печи. Но в какой-то мере, мне кажется, я какое-то открытие сделал. Сам для себя даже. Потому что вот это очень вкусная штука. Блин, ну это реально такой способ может существовать в ресторане. И это вкусно будет. Вот если манку сварить вот на этом карамельном молоке, это реально будет вкусно. Хотя есть масса людей, которые говорят, типа, ну, гурифская каша не моя тема. Ну, они не понимают этого вкуса. Бывает такое. Я тоже много каких вкусов не понимаю. И поэтому не ем те или иные продукты. Дальше все очень просто. Буду варить прям в сковороде манную кашу. Ну, вот с манкой я, конечно, на глаз. Вот здесь прям существует проблематика. Нужно сварить густую манную кашу. Без комочков. Вот такой густоты у нас должна быть каша. Потому что когда она у нас остынет, она станет еще в два раза гуще. Что нам и нужно. Не забываем про масло. Независимо ни от чего, масло всегда должно быть в каше. Так, пока масло тает. Запах шикарный. Пробуем. Сладость меня устраивает. Полностью. А почему еще манка станет еще тверже? Она станет тверже сама по себе. И то масло, которое здесь растопилось, оно при остывании, что сделает? Тоже стягивает. И получится такой десерт. По сути, это десерт. Это лакомство. Представляете, как народ раньше заморачивался? Вы сейчас скажете. Вы там про салат пишите мне с треской. Что было в холодильнике сложил. Ой, как много. Я что, буду заморачиваться? Ёпть, это же нужно было весь день топить молоко. Пенки снимать, раскладывать. А потом слой каши. Пенки, цукаты, изюм, орехи. Потом слой каши. Опять пенка. Вот это была заморочка. Салат с треской. Ой, у меня на канале, так сказать, лошня в 3 секунды. Это с объяснениями у меня рецепты длинные. Так бы эти рецепты все они вот так делаются. Но каша все-таки такая, небыстрый рецепт, честно признаюсь. Но вот если будет делать как я, это будет гораздо быстрее, чем по аутентичному рецепту повара. Итак, что происходит дальше? Мы себе представили, что мы молоко оттопили. Пенки, значит, все внутри. Блендером пробили. Все однородная масса. На этом сварили кашу. Вот она у нас. Коричневая карамельная каша. Вкусная до упорочения. Нам нужна форма. Это еще не все. Эту кашку нужно разлить слоями, пересыпая орехами и изюмом. Значит, изюм у меня здесь. Я его не замачивал. Почему? Да потому, что он у меня мягкий. Смотрите. О, видите? Специально купил на рынке такой изюм мягенький. Он такой вкуснее, чем тот, который деревянный. Но тут, если вы купили деревянный, хорошенько высушенный, вы можете его вымочить, залить коньяком, нагреть на плите, поджечь. Алкоголь выпарится. Оставить его на ночь. Он впитает в себя коньяк. Будет ароматным, классным. Можно в сиропе, в сахарном. В виноградном соке. Нагрейте и оставьте. Температура упадет, будет мягкий, классный. Ой, изюм вкусный вообще. Так, и орешки. Здесь кедровый, фундук и миндаль. Перемолотые. Обжаренные и перемолотые. Обжаренный орех, плюс вот эта карамель. Ой, будет вообще бомба. Итак, я вам покажу, как это все должно запекаться. А параллельно сделаю то же самое в баночках. Может, кого-то из поваров заинтересует. Ждать, когда остынет вот эта штука, и потом пробовать, это, конечно, долго. Здесь все произойдет гораздо быстрее, поэтому вот это для меня, это будет для вас, так сказать, для того, чтобы вы увидели. Берем кашку, оп, на дно. Первый слой. Пока она еще теплая. И так мы делаем несколько слоев. Слой каши. Слой изюма с орехами. Можно перекладывать суккатами. Только, если вы увлекаетесь русской кухней, почитайте, как делать суккаты у Пелагеи Павловны Александровой Игнатьевой или у Елены Малаховец. Ну, хотя бы из того, что доступно у нас в магазинах. Порой все в интернете. Есть целые библиотеки электронные, где можно прочитать и Родецкого, альманах-гастронома, и очень много кого из издателей дореволюционного времени. Так вот, суккаты ничего вообще общего с этими выкрашенными химическими красителями какие-то кусочки чего-то, продающиеся в магазине, не имели общего с теми суккатами, которые упоминаются при приготовлении гуриевской каши. Потому что я, например, эти суккаты не покупаю вовсе. Вы видели, когда вы кулич в магазине покупаете, тот, который был произведен, неизвестно кем, неизвестно где, что те суккаты крашеные, которые есть внутри кулича, они красят сам кулич. Да это ужас какой! Суккаты это засахаренные кусочки фруктов. Выглядит это вот так. Вот так. Все, последний слой. Орешки. Можно и цельными орехами. Знаете, кто-то дробит, кто-то делает так. Обжаривает орехи, когда орехи уже раскалились, добавляет туда сахар. Сахар немножко подплавляется, делает вот эту жженую карамельку, аромат жженой карамели. К орехам прилипает, это все остужают и потом перемалывают. Получается такой грильяж. Последний слой мы выравниваем. Можно, знаете, что сделать? Можно набрать воды. Иногда так делают. Мочите палец, чтобы к нему не прилипало ничего. И вот так вот, если хотите, прям идеально ровную поверхность. Ну, вообще, как бы особо, я думаю, что и так уже замороченный рецепт. Не нужно там в глубину уходить. Ну, вот, можно вот так сделать, пальцем мокрым. Оп, покрасивше получается. И теперь, видите, резинку убрал отсюда. Стекло выдержит, в принципе, высокую температуру. С открытой крышкой ставлю в духовку до минут на 15. За это время я быстренько слоями закидаю емкость. Также орехи и изюм. И поставлю туда же. Покажу вам, как выглядит вот это после запекания. И посмотрим, и попробуем потом, как выглядит вот это вот все. Опа! Вот так. Вот смотрите, что получилось. Каши, конечно, побольше желательно наварить, но и тогда и подольше нужно ее держать всю керамическую емкость. Да, если набивать ее до конца, то нужно не 15 минут, хотя бы минут 40. как ее продержать, для того, чтобы она вся прогрелась, хорошо подзарумянилась и так далее. Вот, получилось так в банке. Она уже почти остыла, уже можно держать руками. Конечно, хорошо было бы на ночь поставить в холодильник, для того, чтобы она полностью остыла. Но понятно, что здесь времени у меня нету. Перед подачей делаем вот как. Посыпаем сахаром, ну, как крем-брюле, вы уже поняли, горелка стоит у меня. Растапливаем сахар, сжем его, чтобы образовалась корочка. Корочка образуется условная. Ну, и то же самое нужно сделать здесь. Что может быть самое главное в жизни повара? Конечно же, попробовать, попробовать. Корочка, что надо. А здесь сахарная корочка такая хрустящая. Вот они, орешки, вот изюмчик. Все вместе превращается в бурецкую кашу. Но насколько это вкусно, я не буду говорить, потому что это, в принципе, мой любимый десерт. Но обязательно остудите ночь в холодильнике. И не разогревайте потом. Только горелкой, корочку. Все остальное должно быть холодным. И ешьте вот так вот, по всем слоям вниз. Это прям, да. Это оно. Конечно, печного духа не хватает в этом во всем. Но есть немножко духовочный дух вот присутствует. Как-нибудь обязательно мы соберемся, поедем куда-нибудь в русскую деревню Владимир. Там есть печи. Это моя мечта. И там будем жить несколько дней и снимать печные рецепты. Вот это, да, тогда будет, конечно, круто. Но это пока еще в мечтах. Я вам не обещаю, а может быть и на отдельном канале, на спонсорском канале будем эти ролики делать. Ну, я сейчас пока, знаете, в плане бреда. Это все. Пока я пойду дальше размышлять. А вам приятного аппетита. следите за нами на Яндекс.Дзене, потому что там у нас есть список ингредиентов к каждому рецепту. Здесь вы видите, оставайтесь, нас рекомендуйте своим друзьям, потому что здесь будет много-много-много видео, которые три раза в неделю. Сейчас майские праздники впереди. Сколько будет там различного мяса, гриля, барбекю и всего прочего. Сезон ведь начинается. Вот. Пока. До новых встреч. Продолжение следует...